В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не в это 1 сентября. Сроки завершения строительства школы номер 11 на Зорге снова сдвигаются. Фото на память Игорь Курчатов в фотографиях и воспоминаниях современников. В Сарове открылась фотовыставка, посвященная 120-летию академика. Летний читальный зал. Маяковка приглашает горожан принять участие в игровых программах. Далее расскажем обо всем подробно. 30 июня – очередной срок сдачи 11-й школы на улице Зорге. Работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Аван». На стройке задействовано около 30 рабочих. Это в 4 раза меньше необходимого количества. И несмотря на то, что подрядчик уверяет, что закончат в срок, администрация в такие оптимистичные прогнозы не верит. Проблему долгостроя депутаты обсудили на заседании Думского комитета. От 110 до 150 – это минимум рабочих, которые должны трудиться на стройке 11-й школы на Зорге. Сейчас на объекте работает 30-50 человек. Результат – отставание по срокам. Подрядная организация ООО «Аван» со своими обязанностями не справляется. Такой итог подвел Леонид Бородули на заседании Думского комитета. И несмотря на то, что подрядчик уверяет, что закончат в срок, администрация в такие оптимистичные прогнозы не верит. Напомним, очередной срок сдачи долгостроя – 30 июня. Я вижу здесь серьезные риски по сдаче объекта. Работа, конечно, она ведется, но очень слабо. Сегодня только я был на объекте в очередной раз, практически бываю там через день. Я вот сегодня увидел всего 30 рабочих. Это никуда не годится. И спросить у ИТР не угодно. Был наш сотрудник, который помогает им, сводит все производственные процессы. Были субподрядчики, которые наши саровские работают. На объекте субподрядчики активно выполняют работу по благоустройству территории. Установлены бордюры. Заасфальтировать территорию планируют за 5-6 дней. Забор практически установили. Большой пласт работы – внутренняя чистовая отделка. Они привезли двери. Они должны сейчас завершить все откосы вокруг окон и выходить на чистовую. Покутно, конечно, пришлось отдельные элементы реконструировать, которые были в связи с низким качеством выполнения работ. Разрешение на въезд дали около 90 рабочим. Из них на объекте сейчас 4 человека. Субподрядчики сами организуют рабочий процесс. Это уже вторая подрядная организация, которая срывает сроки работ. С 2019 года объект вела компания ООО «ТСК», договор с которой расторгли. На выездном комитете в апреле прогнозы были оптимистичными. Но подрядчик отмечал, что стройку тормозит некачественная работа предшественника, которую приходится постоянно переделывать. Халтура первого подрядчика или непрофессионализм второго – точная причина неизвестна, но результат плачевный. С большой вероятностью, 1 сентября школа снова не будет готова к учебному процессу. Школа построена, к 1 сентября не будет. И точка. Мы для чего здесь собрались? Администрацию журят? С другой стороны, Леонид Борисович правильно себе сказал, что они разыграли конкурс. Пришел подрядчик. Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению. В администрации только контрольные функции. Как мы можем влиять? Никак. Все, что возможно, делается. Но если хотите услышать, то, скорее всего, ничего не будет построено. Ну, сдано, я имею в виду. И, скорее всего, это будет следующий учебный год. Один способ повлиять на ситуацию народные избранники все-таки нашли. На заседании приняли решение обратиться к губернатору Глебу Никитину с просьбой помочь в активизации строительства 11-й школы. Я поддерживаю то, что говорили коллеги насчет обращения к губернатору. Но нужно стесняться называть эту ситуацию чрезвычайной. У меня такое впечатление, что такие объекты значимые срываются только в нашем благословенном городе. Где-то еще срываются подобные объекты. Если нет, то это ЧП. Письмо подготовят к заседанию Думы 29 ноября. Фотовыставка «Фото на память» Игоря Курчатов в фотографиях и воспоминаниях современников, посвященная 120-летию академика, открылась на проспекте Ленина перед Дворцом детского творчества. В один день экспозиция начала свою работу в 28 городах присутствия атомной отрасли в рамках программы «Территория культуры Росатома». На вернисаже побывала и наша съемочная группа. Отец советской атомной отрасли, великий ученый, основатель и первый директор Института атомной энергии. Несмотря на статус, Игорь Васильевич Курчатов был простым доброжелательным человеком. За его отличительную черту – длинную бороду – друзья его в шутку звали «Борода». Около Дворца детского творчества на проспекте Ленина открылась уличная выставка «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников». Мероприятие приурочили к 120-летию со дня рождения академика и 80-летию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». У каждого из нас есть возможность стать более великим, возможность решить ту или иную задачу для нашей страны. Главное – не бояться и главное – иметь цель. Поэтому спасибо еще раз организаторам за саму возможность, что мы можем это оценить и прикоснуться. Но для нас есть, опять же, возможность и желание выбрать задачу по себе, по плечу и решить ее во благо страны. Спасибо. На выставке представлены 37 уникальных фотографий из личного архива Дмитрия Переверзева, помощника Игоря Курчатова. Снимки иллюстрируют послевоенный период жизни Курчатова. На них можно увидеть рабочие моменты академика, его общение с коллегами. Фоторяд сопровождается воспоминаниями соратников ученого – Александрова, Флёрова, Харитона, Головина и многих других. В 1942 году начался атомный проект. Игорь Васильевич прямо военный швейер, он участвовал в разминировании кораблей, за что получил сталинскую премию вместе с Анатолием Петровичем, Александровым, кстати. Они были друзьями на всю жизнь. Проект стартовал в один день во всех городах присутствия атомной отрасли в рамках программы «Территория культуры Росатома». Основная задача проекта – рассказать о роли Курчатова в истории России. После торжественного открытия выставки экскурсовод городского музея провела экскурсию для школьников и взрослых. Мы сюда бежали с подругой поскорее, чтобы увидеть эту выставку, потому что нам было очень интересно. Мы живем в городе, который, можно сказать, носит имя Курчатов, то есть мы им гордимся. Это было очень интересно о нем узнать. И с самого начала было очень интересно. Почти ничего я, если честно, не знала. То есть вся информация, которая была нам дана, была очень актуальна и интересна. Игорь Васильевич – это великий человек, он очень трудолюбивый. Просто представь себе, целых 13 лет без отпуска. Соответственно, он подорвался в здоровье, но он настолько сильно хотел сделать нашу страну могущественной, великой державой. Ну, это того стоило. На самом деле, для меня было весьма необычно. Я думала, он такой серьезный человек. Он, оказывается, забавный, легко. Он любил музыку, любил танцы. В конце мероприятия Александр Чернышев подарил городу юбилейную книгу о жизни Игоря Курчатова. Новогодние каникулы продлятся 10 дней. Они начнутся 30 декабря 2023 года и закончатся 8 января 2024. Минтруд выпустил календарь рабочих и праздничных дней на следующий год. В феврале и марте будет по три выходных с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта. Майские праздники в следующем году продлятся 8 дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Учиться в возах бесплатно смогут участники СВО и их дети. Для этого вводят отдельную квоту – не менее 10% от всех бюджетных мест. Подготовительные курсы для поступления они также смогут пройти за счет государства. Если ребенок участника СВО уже учится на платном, он может перевестись на бюджет. Подобные меры поддержки приняты для детей, чьи родители – медицинские работники и погибли от пандемии коронавируса. Они тоже смогут бесплатно пройти подготовительные курсы и получить медицинское или фармацевтическое образование без вступительных экзаменов. Нижегородский планетарий имени Гречка и технопарк Саров заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в Департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода. Согласно документу, Нижегородский планетарий на площадке Саровского технопарка организует свои мероприятия и научные программы. Кроме того, в технопарке станут проводить научные семинары, конференции, организуют просветительские программы. Городской вечер выпускников пройдет в Сарове 23 июня. Торжественное построение колонны выпускников на проспекте Ленина начнется в 20.30, а непосредственно праздник стартует на площади Ленина в 21.00. Традиционно праздничная программа будет состоять из номеров городских творческих коллективов и самих выпускников. Завершит вечер выступление диджея Маши Моховой из Москвы. Летний читальный зал начал работу в библиотеке имени Маяковского. На первой в этом году встрече для ребят подготовили краеведческую программу «Я в этом городе живу, я этот город познаю». В историю родного края погрузилась и наша съемочная группа. Их именами названы улицы города. За одним из столов летнего читального зала ребята проверяли свою память и знания выдающихся ученых, создателях атомного проекта. За другим вспоминали, какими скульптурами богат закрытый город. Еще один стол посвятили духовному направлению. На игровой карте юным читателям библиотеки Маяковского предлагали найти все храмы города. Мы угадывали герб нашего города, разгадывали разные головоломки, там рыбы, птицы, это кроссворды. Еще мы разгадывали викторину по нашему городу, по всем памятникам, по улицам. Что тебе понравилось? Мне понравилось сегодня, что я узнала те улицы, которые еще не знала. И мне понравилось, что вся эта игра просто интересна была. На первой в этом году встрече в летнем читальном зале для ребят подготовили краеведческую программу «Я в этом городе живу, я этот город познаю». Отдельное внимание уделили природе родного города. Всем присутствующим вручили специальные флайеры. Такие будут раздавать на каждой встрече. Самый активный летний читатель, собравший наибольшее число памяток или флайеров, сможет стать участником городского конкурса «Читатель года 2023» и будет внесен в Книгу почета библиотеки. Теперь наши встречи будут постоянными. В течение всего летнего сезона мы будем ждать горожан 16 до 18 часов дня каждый четверг на площадке рядом со зданием библиотеки, центральной городской библиотеки Маяковского на Мира-4. Следующую игровую программу посвятят Международному олимпийскому дню. Юных саровчан ждут навстречу «Выбирай спорт, выбирай здоровье». Саровский хор «Копель» детской школы искусств выступил в День России на Красной площади в Москве. Вместе с эстрадным хором из Калуги «Веселая компания» наши ребята исполнили легендарную песню «Прекрасное далеко». Своими впечатлениями юные вокалисты поделились с нашей съемочной группой. Хор «Копель» детской школы искусств существует с 2017 года. За это время он становился победителем, лауреатом и дипломантом различных конкурсов и фестивалей. Хор посещают дети от 9 до 12 лет. Совсем недавно ребята посетили Москву, где приняли участие во всероссийском конкурсе «Битва хоров». «Копель» представил на суджюри хоровую композицию «Дождик». Чтобы попасть на конкурс, хору предстояло пройти несколько этапов. Из полутора тысяч коллективов «Копель» вошла в тридцатку лучших и соревновалась с профессиональными хоровыми коллективами из разных уголков нашей страны. Конкурс проходил в трех номинациях – академическое, народное и эстрадное. Мы трудились упорно, чтобы пройти финал. Мы занимались каждый день, вечером, иногда утром. Это было волнительно. Мы боялись, что что-то пойдет как бы не так. Мы старались все делать, как нам говорили. Все коллективы были подготовлены, интересные все, музыкальные. Даже некоторые мы слушали и наслаждались их звучанием. Всероссийский конкурс «Битва хоров» завершился галоконцертом 12 июня в День России на Красной площади в Москве, где «Копель» совместно с калужским коллективом веселые ребята исполнили песню «Прекрасное далеко». Перед началом концерта у нас была репетиция на этой большой сцене. Мы послушали друг друга. Руководитель к нам приходил и говорил, что вы все можете, вы молодцы. Конечно, благодарны мы все Анастасии Сергеевне, Светланы Викторовны. Помимо конкурса ребята побывали на экскурсиях в зоопарке и других интересных местах Москвы. Но больше всего впечатлений участникам хора «Копель» подарила звукозаписывающая студия театра детской песни «Домисолька», где соровчане записали песню. «Записывать было вполне легко. Нам дали наушники, мы слушали себя спокойно, все спели, было прекрасно, нас похвалили». На конкурсе ребята увидели выступления различных коллективов, пообщались с их участниками, набрались опыта, а также получили много новых ярких впечатлений. С 17 по 21 августа хор «Копель» примет участие в финале «Битвы хоров». Место его проведения пока неизвестно. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!